здравствуйте дорогие друзья с вами светлана короткая сегодня постараюсь ответить на все ваши вопросы которые вы задаете в комментариях про различные материалы для творчества конечно очень много вопросов звучит про кисточки как их использовать как отмывать чтобы они дольше прослужили также много вопросов касается красок лака кисточки бывают из натуральной щетины и синтетики также бывают плоские круглые тоненькие длинные и предназначены конечно они для абсолютно разных работ чаще всего вопрос мне задают о том какие кисточки лучше всего использовать для декупажа и для покрытия работы лаком акриловым лаком чтобы не оставалось следов мне больше всего для этих работ нравятся кисточки из козы натуральные кисточки из козы они мягкие не такие как щетина и в то же время они пожестче чем пони и белка которыми можно и рисовать и декупажить и лакировать обычно мне попадались вот такие круглые кисти недавно попалась вот такая плоская из козы кисть но мне все-таки нравится больше вот такие круглые кисточки следующие кисточки это синтетика ими тоже можно и лакировать и декупажить вот такой набор я покупала на алиэкспресс вы наверное обратили внимание что у меня некоторые кисточки перебинтованы изолентой часто и густо вот в этих местах начинает все соскакивать шевелиться дребезжать я этого не люблю иногда я даже заранее вижу что вот это место соединения не очень хорошие и я сразу его в натяжку заматываю изолентой тогда кисточка намного дольше служит здесь у меня просто когда собачка маленькая была она тут все погрызла покусала поэтому пришлось соединять все изолентой вот такой набор тоже покупала на алиэкспресс это что-то ужасное потому что кисточки жесткие даже здесь что-то пыталась подрезать обрезать это тоже целый набор таких кисточек что касается веерной кисточки покупала просто в канцелярском магазине но считаю что вообще бесполезная кисточка кроме того что она еще и дорогая для декупажа она мне абсолютно не подходит как ей можно сделать декупаж если что она здесь может какие складочки разровнять если она очень мягкая синтетику веерную я бы лично никому не советовала вот такие кисточки конечно хорошие синтетические которые имеют вот острый кончик или плоские кисточки сейчас покажу такие различные кисточки они в наборах продаются некоторыми даже еще не пользовалась хорошие кисти и для рисования и для декупажа и еще бывают вот такие тоненькие кисточки это для каллиграфии кисточка тонко очень пишет мне понравилось но я так посмотрела это вот не фабричная а какая-то ручная такая работа так и бывают вот такие вот длинные кисточки тоже для того чтобы какие-то тонкие линии длинные провести тоже разного размера бывает вот такой набор я покупала на алиэкспресс а чуть раньше я покупала такие же кисточки в обычном канцелярском магазине а в последнее время мне еще полюбились кисточки из щетинки раньше я ими вообще не пользовалась сейчас в основном пользуюсь для рисования рисую гуашью вот эти щетинки они вообще недорогие кисти это из хозяйственного магазина эти из канцелярского магазина вот такая верная кисточка из щетины вот еще вот эти три кисточки щетины я покупала на алиэкспресс по номерам они если брать по номерам то нулевой двоечка и четверка чем двойка от четверки отличается особо разницы я не вижу ну вот такие цифры вот эти верные кисти мне очень понравились при рисовании когда рисуешь зелень елочки веточки травку замечательной кисточки для этих целей друзья также вы задаете вопрос где можно купить кисточки чаще всего можно купить просто даже в канцелярском в своем магазине просто может быть кто-то не обращал внимание продаются как наборами так и отдельно кисточки друзья вот такой большой набор я заказывала на алиэкспресс ну это дороговатый набор хотя кисточки мне очень понравились как видите они не маленькие и хорошо использовать не только для рисования но и для творчества вот такой большой набор из 15 кисточек это я купила на алиэкспресс буквально недавно смотрите и длинные и тоненькие и даже есть дотс вот чтобы точечную роспись делать вообще этот набор шел для дизайна ногтей ну какая разница на чем рисовать честно я довольна вот этим набором еще этот мне набор понравился своей низкой ценой теперь покажу немножко грязной работы как отмывать кисточки вначале их нужно замочить водичка с любым моющим средством чтобы они постояли подольше хотя бы часик затем я беру вот такую щетку по металлу водичку кисточки я их начинаю просто вычесывать постепенно вычищает даже вот тот шарик твердый который вот здесь образуется но если с первого раза вы не отмоете кисточки не очистите то можно еще раз их замочить на какое-то время и опять почистить можно это делать прямо под краном она уже становится вот совершенно мягкая помыла почистила кисточки кстати даже если просто вы забыли после клей pva или акриловой краски прополоскать кисть и она засохла то таким способом только постепенно вы тоже можете ее привести в порядок моя ошибка то что у меня кисти вот в таком состоянии вот поржавел металл что я после мытья сразу ставила их в баночку вот таком положении ворсинками вверх получается что вот здесь накапливалась вода пока испарится и разъедала металл поэтому после мытья просто нужно разложить кисточки вот в таком положении до полного высыхания когда высохнут тогда уже ставим их в органайзер друзья перехожу теперь к обзору красок пользуюсь я акриловыми красками это сейчас я вам показываю художественный набор в некоторых баночках краска уже закончилась но я пользуюсь в основном не этими красками а создаю их сама для этого я покупаю в хозяйственном или в строительном магазине акриловые краски выбор у нас небольшой поэтому какие есть такие я и покупаю можете не обращать внимание на марку самое главное чтобы на краске было написано что это фасадная краска или влагостойкая или моющаяся многие задают вопрос а можно ли использовать акриловую эмаль конечно можно это даже лучший вариант но она немножко будет по цене дороже чтобы сделать цветную краску акриловую я добавляю туда обычные колеры для этого можно купить только базовых четыре цвета и составлять уже из них различные цвета для тех кто это не умеет делать или хочет побольше иметь в запасе разных цветов покупаем колеры разного цвета благо сейчас их очень много современные краски из строительного магазина сейчас ничем не уступают краскам которые продаются в художественных магазинах при добавлении колеров в белую краску надо учитывать что краска будет намного светлее поэтому здесь уже ориентируйтесь побольше добавить цвета или поменьше чтобы сделать черную краску акриловую лучше брать за основу не белую акриловую краску а акриловый лак вот как вы видите от меня очень много различных колеров и это намного удешевляет краску краску металлик можно купить в канцелярском магазине в художественном и также можно купить и в строительном строительном продают более большие объемы намного дешевле чем художественная краска но она не сильно укрывистая чтобы сделать более плотный слой нужно будет нанести два-три слоя также в строительном магазине я купила и перламутровые краски хамелеон белая и золотистая мне для работы этого достаточно свои рисунки я делаю гуашью этой краской я начала пользоваться совсем недавно и она мне очень понравилась но она не подходит для художественных работ потому что после высыхания она размывается водой и покрыть лаком акриловым уже такую работу будет невозможно пыталась я эту краску добавлять и в акриловую белую и лак акриловый не всегда получается эффект акриловой краски все равно гуашь немного расплывается от влаги когда начала рисовать столкнулась с тем что очень быстро расходуется желтая краска и соответственно зеленая потому что зеленую можно было сделать сочетая синюю и желтую но так как желтой нет и зеленая тоже быстро заканчивается это самые ходовые цвета и еще самый ходовой цвет это белый поэтому за основу всегда берут белила титановые или белила цинковые у меня белила титановые а вот остальные краски приходится покупать наборами но бывают и в больших банках гуашевые краски хотела пойти купить желтую краску но как раз вот ее и не оказалось в магазине тогда пришла идея сделать гуашь самой для этого я воспользовалась опять-таки колером из строительного магазина и добавила туда вот белила титановые получилась отличная краска качеством напоминающая гуашь потому что я не знаю можно ли ее назвать гуашью но мне очень понравилось колер это экологичная краска белила титановые и добавляем больше всего ходовой желтый это лимонный но он у меня закончился поэтому добавляю просто ярко желтый цвет сейчас краска у меня получилось немного жидковатая потому что колер был жидкий и гуашь жидкая но когда постоит немножко испарится влага то краска получается замечательной консистенции лучше всего колер брать с самого дна где он погуще можно это сделать прям ложечкой для краски использую вот такие контейнеры покупаю их отдельно или бывает продают в них различные приправы также можно заполнять и пустые баночки краской вот смотрите как красиво получается это такой же цвет но здесь я брала немножко гуще колер вот эти все колеры они экологичны и безопасны поэтому смело можно делать любую краску кому дороговато покупать белила титановые можно еще удешевить краску именно гуашь в магазинах продается вододисперсионная или акриловая краска но для внутренних работ которая не моющаяся который мы не можем использовать в декупаже и в подрисовках там и написано в составе белила друзья надеюсь я подробно рассказала вам про кисточки и краски и уже в следующий раз я подготовлю для вас видео где расскажу про различные лаки и клей которыми я пользуюсь друзья немного покажу свои последнее художество так как они нарисованы гуашью я покрываю работы все аэрозольным лаком а это вчера у меня было ромашковое настроение вот здесь я как раз желтую краску использовала самодельную и зеленую друзья я постаралась ответить на ваши вопросы но если что-то упустила пожалуйста напишите мне в комментариях а на сегодня с вами прощаюсь благодарю за просмотр до новых встреч